Программа «Сделанная Вятка» в эфире. Передача об истории нашего города, нашего региона на часах 13.06. Меня зовут Владимир Сметалин. И сегодня я в этой студии нахожусь снова вместе с Евгением Питуниным. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте. С весной у вас наступивший. Историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук РИАТГУ, президент Вятского ретро-клуба. Вот ключевые слова Евгений Альбертович уже произнес. Действительно, мы таки пребываем в неком воодушевлении, да, от того, что все-таки календарная весна уже наступила, да и, собственно, она уже проявляет и показывает нам себя во всей красе. Вот такая ситуация у нас на дорогах, не слишком сухо. Но ничего, как-то держимся, пока крепимся, пытаемся не утонуть в этих лужах и ручейках. Тему мы сегодня избрали довольно-таки легкую. Мы сегодня собираемся, ну и поностальгировать в том числе, конечно же, по весенним праздникам, по тому, как мы с вами и наши предки, наши мамы, папы, бабушки, дедушки отмечали эти самые весенние праздники на носу 8 марта. Давайте поздравим прекрасную половину с наступающим. Ну, хоть и рановато, но тем не менее. Ну, можно, конечно, на следующей неделе. Итак, тема. Праздники весны, как отмечали их жители нашего города много-много-много лет назад. Предлагаю начать с проводов все-таки зимы. Да, пожалуй, первый праздник. Да, проводы зимы. Вот именно такая формулировка раньше была. Мы сейчас это все называем масленицей. Масленица в основном, да, вот масленичная неделя была совсем недавно. Великий пост сейчас, как известно. Когда такое явление, как проводы зимы, возник у нас? Насколько тут глубокая история? В свое время заметил живой классик в одной из местных газет, что весна в нашем городе давно уже не девица, а скорее грязная вокзальная бомжиха. Вот, но белая весна тоже есть. Вот стоит отъехать от города хотя бы за речный парк, чуть подальше. И в великолепии зимы весны сохраняется. Но весна всегда была тяжелым временем. Вот я еще помню со школы, что самая жуткая и самая длинная – это третья четверть. Вот надо было выжить, дожить за окном солнце. Третья четверть – это как раз после Нового года, да? После Нового и до Марта, до весенних. Вот сейчас вот, наверное, начинались каннибулы. Где-то в это время праздников было очень мало. Да, 8 марта. И, конечно, был в СССР такой традиционный праздник. Назывался он официально «Проводы русской зимы». Был он и в Ирэве. Но невозможно было… Уже в довоенное наверняка время, да? Да, наверное, в 30-е началось, потому что там были свои традиции. Наверное, трудно было убить то, что формировалось столетиями. Масленицу. Вот эти массовые гуляния, катания, развлечения. В начале весны, в конце зимы. Поэтому, если у нас 1 мая это была Красная Пасха, то «Проводы русской зимы» это была Красная Масленица. Не называлось. Но, тем не менее, основные концепции масленицы, они сохранялись. Вот выпускался в СССР даже пасхальный кулич. Пасхальный кулич. Не поверите. Он не назывался пасхальный, а в гастрономах он назывался «Улич весенний» или «Экс весенний». Хотя внешне был улич, правда, не посыпали его вот этим цветным горошком мелким, видимо, не было. Вот этот «Улич весенний» всегда продавался. А если не продавался, то всё равно… Был бы этот праздник, не было бы всё равно в домах и в областном центре, и во всех районах, в деревнях пекали блины, отмечали. А кулич-то весенний как раз он вот в это, в «Проводы зимы», да? Да, в «Проводы зимы» примерно при… Потому что знали всё это, видимо, сквозь пальцы смотрела у нас правящая атеистическая партия на это дело, потому что если запретить нельзя, то надо возглавить и организовать. Хотя действительно поначалу… В официальных речах руководители не допускали себе произвести слова? Конечно, в начале ещё в… Это потом умерло, но в 60-е годы ещё «Проводы зимы» символизировали в СССР не только «Проводы зимы» и «Начало весны», но и символизировали завершение одного этапа строительства коммунизма и начало этапа следующего. И поэтому на массовых гуляниях, вот в начале работники, ну тогда была не администрация, а горосполком, гурсовет, отчитывались о работе за зимний период и прочее. А потом, конечно, этим не злоупотребляли всё, это было быстро в темпе, но тем не менее, потом это умерло, и всё-таки веселье есть веселье, без официальной части мероприятия стали проходить. А проходили большая часть у нас «Проводы зимы» в Заречном парке. Машин тогда не было, это сейчас добираются там элементарно по Старому мосту и до Заречного. Тогда, видимо, было объявление в единственной газете, и правда у нас, вот что состоятся «Проводы зимы», была программа, и с утра уже огромные клоны народу, обычно это было воскресенье, огромные клоны народу, они тянулись с улицы Ленина вниз по Герцена, мимо Трифоново монастыря, через речку Хлыновицу и дальше по льду через Виатку. По льду переходили реку Виатку, попадали за речную парку. Видимо, всё-таки были исследования этого льда, потому что иногда, например, слишком раннюю весну запрещали хождение по льду, и проводы зимы проходили в Александровском саду, который назывался Халтуринский парк тогда. Но в основном запомнились проводы зимы в Заречном парке. Вот эта огромная клонна с детьми и семьями, они все тянулись в радостном настроении в Заречный парк, встречало там огромное лесообозрение, прямо на берегу, ну, близко стояло, вот у ледовой этой переправы. Вот я думаю, зачем вот сейчас, что смотреть на октябрь, на мой взгляд, гораздо приятнее было бы с большого лесообозрения, смотреть на красоты природы, но это не совсем по нашей теме. А кто встречал вот эту колонну, колесообозрение, какие-то русские национальные персонажи, они были? Да, конечно, встречал, встречал в основном общий ПИД. Те же блины. То есть сгоняли, видимо, весь общий ПИД, видимо, это была общая мобилизация. Да, те же блины. Вот замечу, что шашлыков было мало, потому что все-таки... Но были? Были, да, за ними шашлыки. И это явление уже массовым, относительно доступным стало в 90-е годы. А в 60-е, 70-е их не было, потому что истратить лимит мяса там, отведенный на ФР и столовую там на праздник, это было, в общем-то, слишком расточительно. Поэтому встречали блин нами, встречали, даже были пельмени. А вот представьте, что не было пластиковой... Да. Вот то, что в нашей жизни было всегда, этого не было. Вот не было пластиковой, одноразовой посуды, это надо было везти либо свои тарелки из столовой, что тоже не есть хорошо, свою посуду. И где-то в 70-е появились бумажные, из прессованной бумаги тарелки. Ну, я думаю, многие помнят, да, какую-то такую посуду. Может, они сейчас где-то есть. Наверное, многие посетители этого праздника, кировчане, для удобства брали что-то с собой, да, какую-то посуду? Да, вот не помню, что бы с собой. Нет, не брали. Они с собой брали в Кармане, что-то булькающее брали, конечно, потому что, конечно, там... А официально это было запрещено, да? Нет, не было запрещено. Наоборот, это стимулировалось, это всегда продавалось, но всегда на всех проводах зимы обязательно. Солидная была охрана, милиция приезжала, вплоть до начальника отдела охраны общественного порядка, был автобус в ПАЗе, там... Но они приезжали на работу, они не развлекаются. Сидело милициональное начальство и вот с пальцем смотрело на веселье с алкоголем. Задача была в том, чтобы, если вот вся эта колонна потянется обратно, чтобы они не уподобились французам в 1812 году, чтобы не было павших на льду тел. Но так или иначе, так уж вот, уж очень откровенно нельзя употреблять. Нет, а тогда и не было принято. Тогда пиво, портвейн, какой-то, может там 100 грамм водочки. Я вот не помню, чтобы кто-то злоупотреблял, потому что у народа были все-таки, и это сдерживающие факторы в то время. Ну, если это было воскресенье, то завтра на работу. Да, и на работу, и домой идти. Ну, и разные причины, но до состояния веселья, но не до состояния маразма. Поэтому, честно, отмечу, что в пире не напивались, и обычно в вытрезвителях такого урожая не было в проводе зимы. Народ действительно веселился, веселье было традиционное. Обычно старались откушать вначале вот и пельмени, и блинов, там их-то, самовары и пели с пряниями, и все-все-все приезжали. Это все было здорово, это все вкусно пахло, очередей их не было. А дальше были традиционные развлечения, которые сохранились со времен Масленицы. Ну, горки. Горки. Ну, горки. И в Заречном уже, наверное, не так. Не делали. Вот, было катание на лошадях, это старые. И потом, я не пойму, конечно, вот, катание сейчас, вот, где, например, от Театрал и по Московской, и по Дериндяеву на Преображенскую, среди этой грязи, среди машин, ну, не знаю. Все-таки русское катание, это по звенящему снегу, это где-то простор, по заснеженному лесу, в Заречном, где-то там ездили. Вот, один, конечно, из центров... Ну, это катание платное было, да, все-таки? Ну, да, ну, там символический перечет, там не так уж, я думаю, что это... Да и не было настолько катание доминирующим тогда представлением. По-моему, центр всего праздника, традиционно это был столб, назывался аттракцион в разные времена «Живой петух». Вот, помню, в газетах было «Живой петух». Потом он стал называться «Достань петуха». И поэтому это все было намного суровее, чем вот проводится сейчас, потому что организаторы праздника готовились. Столб его либо намыливали, цеп их либо обливали водой, и она замерзала. Но в зависимости от температуры. Вы не боялись, что что-то чревато травмами? Я помню, что... Да нет, там что... Но страховка была? Нет, по страховке. Сейчас, по-моему, это все со страховкой происходит. Да я не думаю, что упал бы, если бы на снег. А там уже в состоянии лежал подпития обычно. Но азар действительно был. Вот петухи настоящие наверху сидели. Но там, если был сезон беднее, то были просто сапоги, могли быть, ирзовы. Петух сверху на столбе? Живой петух, да. Иногда не могли его отвязать, и поэтому, вот если даже человек долезал до верха, то он отвязывал там петуха, и петух улетал, я помню, и его по всему Заречному ловили и возвращали. Ну а петуха потом уже победителем можно было использовать по своему усмотрению. Можно и в зуб, да? Да, конечно. Я думаю, что все было использовано. Ну, работал петуха, куда уж тут деваться. Но люди готовились, вот сейчас, ну, подойдут, там, попытаются залезть, метр-другой, все, с леса. А тогда люди готовились серьезно. Вот, не поверите, взрослые дядьки раздевались до трусов, чтобы голым залезть на этот столб, лишь бы... Ну, пусть вся толпа на меня голым в семейных трусах смотрит, но зато я получу приз. Потому что все-таки, когда обхватываешь без одежды, то шансов больше. Или там лес голый, и в резиновых сапогах специально надо было прийти, пусть я буду мерзнуть весь праздник, в резиновых сапогах. Но я в этих сапогах залезу на столб. Были довольно... Отталкиваться, отталкиваться легче. То есть уровень физподготовки, он в массах зачастую, вот, в самом начале, если праздника кто-то... Хотя потом уже старались этот аттракцион сделать под конец. Потому что если в начале, то народ требовал еще и еще. Поэтому выходил специальный аттракционщик. Он обычно был... Ну, вот, если кто помнит, были такие... Октя одевались на ноги для монтеров, которые винчивали лампочкой на столбах. Как сейчас электрики, да? Да, вот электрики. И вот такой же человек, он в этой... Со страховочной цепью и с октями электриками. Он лез наверх, вешал новый приз, привязывал. И народ снова пытался залезть. Ну, по времени-то долго продолжилось? Сколько час, два, это забавно. Старались до темноты, обычно, вот. Но... Но... Все-таки с учетом массовости, все очень быстро съедалось. Люди приходили не по завтракам. Люди? Чтобы там уже непосредственно вкусить. А потом, конечно, были все коллективы пели на сцене и танцевальные. Но это была какая-то вот такая народная самодеятельность. В основном для старшего поколения. Гармошка русская. Гармошки в сарафанах с визгом, с топотухой, что-то вот такое. Вот я не помню. Это уже появилось позднее. Вот какой-то акцент на молодежную аудиторию, чтобы вот уже было интересно. Вот. Потом стали уже в 70-е годы, вот, когда проводили в Александровском, тогда Халтуринском парке эти мероприятия. Вот я помню, что, видимо, было... Места уже как-то поменьше, да? Да нет. Судя по тропинкам, судя по всему там парку, то в Заречном было вряд ли места больше. Там же перед самым Заречном только было расчищено возле вот этого старого леса обозрения. Тоже неплохо проходили, я помню. Идем и слышим мы еще на подходе, что играет духовой оркестр. Это было очень здорово, так, свежо, они играли даже, если не, ну, так скажем, не рок-н-ролльные, а такие мультяшные и популярные песен. И вот, например, играли из Бременс их известную такую инструментальную вещь. Ну и можно было потанцевать за это, да? Которую сейчас перепели там пара-па-ба-бам, вот что-то такое вот. То есть это была уже какая-то современная струя, вот ходили люди. И я помню, тогда стали появляться первые пулиэтиленовые, эта весна грела, и народ был не так, как сейчас, и одет был он либо в баллоневые курточки, либо в тяжелое зимнее пальто и меховые шапки. Вот, и поэтому шапки на проводы зимные все старались снять, и молодые люди ходили с гривами волосы и несли шапочку под ветер. Как мы часто слышим, да, когда эти праздники устраиваются, там, ставка делается на семью, да, чтобы и родителям, и более старшему поколению было весело, и самым маленьким детям. Тоже такое присутствовало, да? Да, но не все рисковали, конечно, детей отправить в пешие путешествия, в Заречный парк, вот, но, тем не менее, я помню, что я со своим отцом, я классе в пятом, шестом, я, вот, в 70-м, у нас был привал с обедом на полтороге домой, это у бабушки, поэтому это было еще одно развлечение, еще одно спасение. Но можно сказать, что весь город собирался, нет? Нет, нет, конечно, там, кто-то и, как будто было все равно, что устраиваются. Точно вот не скажу, но, по-моему, крупные заводы в своих районах тоже могли филиалы праздник, то есть, где-то возле завода 20-го, там ставили, где-то, может быть, у самолета или в каких-то местах свою площадку, потому что одно дело добираться из центра города, а другое дело с филейки. Ну вот, а 90-м годам уже проводы зимы, они как-то стали не системными, но они стали заполитизироваться, потому что в 90-м наступило такое время, когда почему-то перманентно проходили и это выборы, то депутатов туда, то депутатов сюда, то губернаторов. И штабы выборные стали использовать праздники, и не просто использовать, а даже организовывать под своим флагом. То есть, там, вроде бы все то же самое, вроде бы стали они проходить у Спасского собора, к примеру, там еще где-то, вот, но внешне они сохраняли все ритуалы, вот, провод зимы, но на самом деле это была встреча будущего, там, вот, кандидата во что-то там... Ну то есть, прекрасная возможность, раз люди пришли, раз народ забрался, воспринималось не очень хорошо, дороги порой негативно, то есть, могли свистать, но когда там народ уже разрезвился возле шашлыков, самоваров, и выходил какой-то человек, и вот начинал... Хорошо, если просто поздравлять, а не лезть там в дебри своей программы, то это было хорошо. В этом был минус, но плюс был в том, что состоятельные кандидаты, они под эти праздники стали приглашать относительно серьезные группы музыкальные, то есть, и это группы, и что-то еще, и вот даже проходил в одном году такой праздник на театральной площади, театрал была полна народом, вот, ну, не буду уж называть фамилию этого кандидата... Известные, известные кандидаты в губернаторы, вот, и приехала одна группа, ну, тоже не назову, ладно уж там, человек писал музыку и тексты известной группе, вначале автор песен, а потом создал свое, и вот пели они, пели они, естественно, под фонограммом. Но при этом инструменты в руках были? Да, были, это были гитары неподключенные, был такой вот этот большой клавишный какой-то, такой клавишная установка, пульт, и в этой же вот, в этих клавишах была, видимо, у них мини-дисковая установка, туда вот диск с фонограммой, туда втыкали, а весна эта выдалась очень, вот, как нынче ранней, и снежный, и начался снежный буран такой, а все организаторы праздника, они грелись где-то в фойе драм-театра, у них там была своя поляна, и поэтому музыкантам было на ветру, на холоде, не очень хорошо, и они начали по одному исчезать, и поэтому наступил критический момент, музыка играет вовсю, остался барабанщик, гитарист, убежал уже клавишник вдвоем, и срочно там куда-то, кого-то надо, и вот не поверите, надо было, потому что там только забежал там, взял все в руки, чтобы съесть, согреться, и мне, давай, куда, на сцену, и мне пришлось так, инув капюшон, и я вылез вот на эту сцену, подо мной вся пляшущая, жующая, празднующая, старая сцена, которую разобрали, зачем-то разобрали, и зачем-то сейчас миллионы будут вкладывать вот передо мной, я почувствовал себя, ну, по меньшей мере, там, рок-звездой, потому что подо мной была огромная площадь, заполненная народом, это хороший стадион, вот я встал за эти клавиши, клавиши от снега были закрыты, полиэтиленовые пленки, и я приплясывая, я изображал такую бурную игру на этих клавишах, а потом, значит, вышел, пожевавший, согревшийся клавишник, вышел, по-моему, этот самый, вот, лидер этой группы, вышел, вначале бы начал мне подыгрывать, подыгрывать, а потом, оттолкнув меня, он уже занял позицию, это Гороляна Робина. Ну, людям, наверное, было не слишком интересно, они были заняты, собственно, весельем, танцами, а если вернуться вот в более ранние, да, те же 70-е, было принято, чтобы руководители города, области выходили на эти массовые речи, какие-то произносили, нет? Нет, пожалуй, еще в 60-е, я сравниваю, да, с нынешним временем, руководители-то... Только, вот, если они, да, баллотировались, то вот тогда вот это, ну, это были 90-е годы, тогда старались любую встречу, любое массовое мероприятие использовать, кто-нибудь выползал один или другой, вот здесь вот в перерывах, когда вот эта музыка на театр, это выходил человек, а то и сам, если был музыкальный, если был человек умный и музыкальный, то он вылезал на сцену, и обычно музыкальная программа завершалась дежурной выборной авиацкой песней, это, дай Бог памяти, Россия, вят, Россия, священное имя твое, а то я только не пел, там уже ни один кандидат, но вот жаль, что этот выборный гимн, вят, и он ушел в небытие, погиб, но, может быть, его и споют еще когда-то, а нынче вот что-то... В общем, я таких больших-то различий не вижу, да? Нет, с празднованием несколько десятилетий назад проводов зимы и сейчас, так в основном концепция та же осталась. Музыка, музыка, угощения, артисты... Хлебо и зрелища, хлебо и зрелища, ну, там ничего и не придумать, даже вот если бы меня поставить режиссером такого праздника, то, честно говоря, и учитывая все-таки искудное какое-то бюджетное финансирование, то вот тут ничего не придумать. Но хоть что-то было, хоть что-то надо было радоваться. Вот теперь вот, да, вот весна наступила, зима прошла, ну, могли бы организовать. Ну, почему все там обязательно, Пасха и все? Ну, был праздник, привыкли к ним многие, и с удовольствием мы пошли не под флагом Пасхи. И второй момент, вот я замечу, что куличи пасхальные, вот они появятся, ну, там через сколько-то недель, они крайне невкусные. Вот я думаю, что их мало кто съедает, вот я думаю, что наши местные хлебопекарные промышленности следуют этим вопросам озаботиться, потому что если съедается часть его, пока он свежий, съедается эта глазурь сверху, то вот все остальное превращается в какой-то безвкусный засохший сухарь и просто выбрасывается. Если есть возможность, то, ну, все это сделайте, как было хотя бы в 70-е годы, когда Пасхальный кулич назывался весенним, но он был гораздо вкуснее. Ну, вот личная просьба от Евгении Питубина. Мы продолжим через полтора минуты, эта реклама сейчас будет. Скоро вернемся. Праздники весны, как отмечали их жители нашего города много лет назад, тема сегодняшней программы сделана на ветке, но я думаю, что все там праздники весны, мы сегодня не успеем. Ну, попытаемся. Осветить, но все-таки. Вспомнили проводы зимы. Да, с Евгением Питубином поговорили подробно про проводы зимы, 60-е, 70-е годы, что самый светлый весенний праздник, 8 марта, к нему мы подошли. Ну, чего уж в нем такого светлого, для большинства мужчин это национальное бедствие, особенно в СССР было. Это сейчас. Где что достать в качестве подарка? Конечно, не только подарка, но и цветы. Это сейчас вот я еду по дороге и вот смотрю на перекрестке прямо такие воткнутые маленькие фанерные лопаточки и написано «цветы, цветы, тюльпаны, там-то, там-то». То есть уже не хватает в городе, видимо, рекламных стендов и баннеров на перекрестках по всему городу, на городе, но у нас, у нас в СССР, да, с цветами была проблема. Цветочных магазинов было у нас по городу. Ну, наверное, на пальцах одной руки. Да, вот если в самом центре, это был, конечно, углу Дрелевского и Октябрьского, там ближайший даже не упомню, никаких этих павильонов цветочных не было. В СССР и сейчас есть, собственно, старейший цветочный и выстраивалась, начиная, по-моему, с 6 марта в магазин выстраивалась стабильная очередь. С 6 марта выстраивалась, а 8 марта открывали, да? Нет, там, за день, чтобы покупали эти тюльпаны, их вымачивали где-то в ванне, их связывали резинками, чтобы, ну, это и сейчас делают, но… Ну, тюльпаны самыми популярными, да, виденными цветами были? Ну, южные мимозы, в основном вот у ЦУМа весь этот, этот дорын, и потом, да, у ЦУМа был этот мини-рынок, вот там привозили, видимо, из южных краев мимозы, мимозы южные же люди, у нас не понимали, что они бывают живые, живые были не часто, а в основном сушеные, вот это самые массовые были мимозы сушеные, весь рынок был завален, эти мимозы там порублю, или поскольку это вот потом тюльпаны, потом что-то посолиднее, но, как правило, надо было выстоять очереди за цветами. Обычно было проще… Сейчас очередь тоже… Если там организация была по продвинутей и имела такие межропоративные отношения, то обычно писали прошения вот в Красногорске куда-то там, и по этой бумаге посылали, или в тепличный комбинат, вот был огромный тепличный где-то филей… Сейчас от этого уже нет всего, да? Ну, может быть и сохранилось, но, по-моему, у нас такого нету и личный директор занимался вопросом выделить, например, там, в газете «Комсомольское племя» 30 тюльпанов там, их-то вот… Ох! Их посылали на ОАЗе Эдер-Сао… Широкий жест такой… Да-да-да, потому что уже все было по лимиту, и еще был момент, что 8 марта всегда выбрасывали в продажу огурцы свежие, то есть у нас почему-то… Кировские? Наши? Да, это сейчас… Где, где, где сейчас найти кировцы огурцы? Это сейчас у нас всю зиму огурцы, пластиковые и тайские, и те же пластиковые негниющие помидоры, а тогда вот одним из лучших украшений стола на 8 марта были свежайшие, ароматные пупырышки, огурцы из теплиц, вот из Празногорского, их-то еще, они появлялись в продаже, это была тоже очередь, надо было выставить, но это было действительно… Но их, видимо, специально и выращивали, собственно, да? Да-да-да, чтобы… К 8 марта… К 8 марта… А потом они… На приват… Потом они стабильно оставались в продаже, после 8 марта цена на них поднималась, видимо, транспродажи заканчивались, и все… А так вот я уж и не помню, что там такого особого было на 8 марта, обычно поздравляли по организациям, это было за день, конечно, вот, в городе не проводилось, не припомню, что… А так вот, в зависимости от степени состоятельности и заработной платы в организации обычно скидывались или там выделялись, и это деньги… Вот… Либо рвался стол, тогда еще не было так… Это все категорично, что нельзя… Нельзя отмечать на работе, поэтому в небольших организациях иногда придушевно все это было… Где поофициально… Просто женщинам вручали там на цветочку, произносили речь… Причем речь произносить было сложнее… Это сейчас там… Тут же сначала в Гугле любые поздравительные… А вот я, например… А тут нужно было потрудиться… Еще в 90-е годы… Да, еще интернет… В самом начале 90-х он не был распространен, а я был руководителем пресс-службы одной такой большой солидной организации, государственной структуры, и вот ко мне очень часто все пытались прибежать… Вот, сочини нашим женщинам поздравления и нашим, и нашим, из-за дела… Сочиняли? Нет, не сочинял… Нет, не любил… Потому что… И я всегда… Вот идите… Начальник удаст команду и сочиню вам хоть поэму… Боялись, стеснялись, поэтому сами и тужились… Сочиняли… Иногда удачно… Иногда это были веселые стихи… Иногда это были просто вирши… Вот иногда… Но так или иначе это звучало… То есть… Мужчины как-то напрягались… Это даже актеров… Там, если было актер в зал, то… Или сами готовили… Но в целом ведь… Скажите… В целом ведь в Советском Союзе довольно активно пропагандировалось вот это 8 марта… Что ты должен обязательно поздравить… С детского сада… Я детский сад прекрасно помню… Поздравить маму, сестру, бабушку и так далее… Такая вот система существовала? Ну… Она сложилась… Пожалуй… Там… С двадцатых… Тридцатых… Сороковых годов… Там… Или после войны… Когда… Праздник мужчин… Двадцать третий… Вот и праздник… Женщины 8 марта… В начале праздника… Это такое глухое межсезонье… Вот… Когда нет особого занятия… Когда скучно… Сидеть по квартирам… И вот… Очень… Грамотно придумали… Что и в конце февраля… И в начале марта… Хоть… Это… Изюмин… В пресном тесте нашего существования… Вот эти два праздника… Восьмое марта… И если сейчас… Праздник… Это… В соцсетях… Там подходит… И уже… Раньше… Узнавали… Был такой… На стене… Толстый… Отрывной… И когда отрывали… Последний там… День февраля… Начало марта… То… Потом… Была… На газетной бумаге… Страничка… Не просто черная… Раз… На восьмое марта… Там был какой-то портрет женщины… И… На оборотной стороне был стих… Вот… Который тоже… Можно было использовать… Ну что… Про Первомайку спеваем… Да? Еще немножко… Давайте… А Пасхи… Уж… Уж все-таки… Весенние… Весна… А Пасхи… Тут… Ну вот еще… Еще хотелось бы такой праздник… Вот я уже… Говорил, что… Праздник был… Для детей… Это весенние… Книпулы… Они были в марте… И… Для очень многих детей… Был очень хороший праздник… Который сейчас напрочь… Забыли… Почему-то на весенних… Книпулах… Организовывались… Туристические поезда… Там… Они летут поезда… И… Многие… Особенно в старших классах… Они побывали… В городах России… В принципе… То есть… Вот за эту неделю… За неделю… За неделю каникул… Можно было поехать… Стоило… Да… То есть… Был хороший поезд… Упейными вагонами… Туда набирали… Школьный… Эвтампучев… А стоило недорого… Сколько это денег… Давали с собой… Вот мы ездили… То есть… Ночью… 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 Мы… Были почти… Да… Там был… Конечно… Маршрут… Ну… Сейчас бы назвали… По Золотому пальцу… А вот мы ездили… Минц… Вильнюс… Рига… А у нас… Ленинград… Петербург… Ленинград тогда… Вот по такому… То есть… Это… Была почти заграница… На весенних… То есть… Всю неделю вы ехали… Да… Ну… Там было шесть городов… И неделю ехали… Ночами ехали… Все равно там были свои… Это… Группы… Была гитара… Очень весело ехали… А днем выходили… Встречали… Тоже… Конечно… Неадекватно… Тогда… Встречали… Представители местных турфирм… Везли детей… В ресторан… Хороший ресторан… В центре… Минц… Там… Или где-то… Обычно… В вагоне… В вагоне… В ресторане… Но вот… Это почти… В Европу… Потом… Даже доходило до того… Что… Да… Они возвращались… Из класса… У нас… Например… Ездило пять… Или шесть человек… Там… И девочки отдельно… И все… И все рассказывали… Там… Фотографии… И то да сё… Там… Что-то можно было привести… И воспоминания… И фотографии… А я даже из Риги… Джинсовый костюм привёз… Там… В 70-е годы… И это была такая… Еще до джинсового бума… Где-то… Вот жаль… Вот… Весна заканчивалась… Такая программа насыщенная была… Этого путешествия… Да… Да… Обеда… Обычная экскурсия… Свободный поезд… Можно было гулять… Вот… И причём эта смена… Это сейчас… Вот есть такое же… Подобие… Путешествие… Это «Голопом по Европам» называется… Это когда… Ночами… Вот это везут… Это постоянный недосып… Это вот… Отдых… Это тяжёлая работа… В Европах… Особенно автобусные туры… Да… Вот… Постоянно перебегать… Но… Тогда… Ну… Пятнадцать… Шестнадцать… Семнадцать лет… Это же было удовольствие… Вот побывать… Ездили… Конечно… Там… Аза… Нижевск… Там… Владимир… Москва… Вот… Ну… Разные были туры… Вот… Всё-таки… Было здорово… И, наверное, это… В Ирове… Власти были… Всё-таки… И причастны… И железная дорога… И… Всё… Почему-то… Умерло такое… Весеннее… Начинание… И очень жаль… Евгений Петрович… Мы про 1 мая… Я предлагаю сегодня не говорить… Мы посвятим потом ещё программу… Этому отдельно… Я хочу про такой вид праздника… Ещё вспомнить… Как… Субботник… Весна же… Это ещё и время уборки города… Ну да… Ну давайте… Назывался… Это потом уже… Где-то в 70-е годы… И… Идеология… Она стала доминировать… И назывался… Субботник… А… До того… Даже во всех местных газетах… Писали… Это… Назывался… Тот день… День большой уборки города… Генеральной уборки… Большой… День большой уборки города… Но… До этой убор… И вот… Было население… У нас… Я помню… Двор… Хрущёвские дома… И была одна такая пожилая дворничиха… Она, конечно, не справлялась… И все… Поэтому был субботник… Вначале был стихийный дворовый… То есть… Но он, безусловно, был ещё до 1-го мая… Да? Вот я сейчас иду в магазин… Ладно… Вот сегодня всё растаяло… Я вижу, что… Весна… И на тротуарах… Полметра снега затоптанного… Он с… И там падает… И всё… Вот в СССР… Я замечу, что… Уже… В середине марта… Уже, по крайней мере… Тротуары… Были очищены… Двор… И дворы были очищены… Что был… Грандиозный субботник… Выходили все мужики… Это даже было непонятно… Что… Почему ты не вышел… Тебе могли позвонить… Постучаться… Ты же здоровый… Руки… Ноги на месте… Давай… Лопаты… Ломы… И поэтому… Это всё было не в тягость… Вот… Выходили всем двором… Толбили снег… Оттаскивали… Эти… Огромные затоптанные льдины… Складывали всё… И двор преображался… Потом… Конечно… Мужики там… Тусовались… Бежали в магазин за портвенчиком… Никогда на людях… Ничего не было… Употребления… Это в крайнем случае… Вот где там… За гаражами… Или где-то… Но они свою миссию выполняли… Вот… А потом был день… И не считалось… Это сейчас… И это законно… Придумывали… Что… Ах там… Бедный школьник… Нельзя его заставлять с ДСИ… Стереть или в классе… Прибраться… Все школы… Начиная с младших классов… Кому там бумажки убирать… Кому снег долбить… В каждой школе… В каждом институте… В каждом ПТУ был запас… Ломов… Лопат… Мётел… И все выходили… И не считали… Даже в мыслях не было… Что это что-то такое… Что… В правах студента там… Или школьника этого нету… И город прибирали… И не было… Таких… Вот… До мая… Грязных сугробов… Все-таки… Вывозили… Ну… Может быть… Транспорта… Транспорта было поменьше… Плохи… Игралось… Ну… Конечно… И сейчас есть… Но… Тогда уже… Белили бордюры… Белили деревья… На Котягском проспекте… Яблони… Все это… Украшали… Фасады… Ремонтировали… Особенно фасады… На пути… Мы все-таки… Готовимся… 1 мая… Ремонтировали… Даже… Вот известный… Любимый мной писатель Мельчаков… Он рассказывал… Что была огромная стена… Которая могла упасть… Где-то у завода… Из Коши… Её просто… В субботник… Её занавешивали… А сейчас… Зелёным… Чем-то зелёным… Ими-то шторами… Облезла дома… То и тогда… Плакатами… Там… Миру мир… Или там… СССР оплот мира… Занавешивали… Мир трот май… Да… Разрушенные участки… И асфальтировали… В лужах… Это было естественно… И когда выходили… Возмущались… Например… Там журналисты молодые были… Почему в лужах… Да вы что не понимаете… Тут же демонстрация пойдёт нам… Надо вот… Прошли… Чтобы никто ногу не сломал… Это же… Политическое дело… Ты улавливаешь нить… Как говорил Филатов… Ну… Первомой… Да… Как-то уже… Первомой подобрались… Последим обязательно отдельную программу… Спасибо за этот исторический экскурс… Экскурс… Праздники весны… В историческом аспекте… В нашем городе… Евгений Петунин… Историк… Краевед… Руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ… Президент Виатского ретро-клуба… До новых встреч… Еще раз… С весной всех… До свидания… Редактор субтитров А.Семкин… Корректор А.Кулакова… Корректор А.Кулакова…